Сегодня во дворце правосудия судья Свердловского областного суда Павел Неретин в закрытом судебном заседании, длившемся 7 минут, освободил от уголовного наказания в зоне, но при этом направил на принудительное лечение в дурдом 49-летнюю главарьку тоталитарной секты ученики Христа, назовем ее условно «фонарь». Ибо по закону мы не можем ни показать, ни обозначить по фио психически недужного клиента. А фонарь была официально признана шизанутой в рамках стационарной психолого-психиатрической экспертизы, равно как и два члена ее преступной секты. Фонарь, получается, действовала как вампир. Сама психическая, и все, кто были с ней, тоже сходили с ума. Может, она их кусала? В мозг? Применить... ...неприндительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением. Избрать в отношении... ...меру пресечения в виде заключения под стражу на срок необходима для ее перевода из филиала политической и психиатрической больницы Свердловской областной клинической психиатрической больницы в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением после перевода в которой меры пресечения в виде заключения под стражу отменили. Уверен, что наш постоянный и внимательный зритель, Николай, догадался, о какой фонаре идет речь. Ей следствие вменяло шесть уголовных статей. Сейчас, после отправки сектантки в психушку, они не имеют значения, но для проформы назову их. Создание религиозного объединения сопряженного с насилием, причинение тяжкого вреда здоровью детей, подстрекательство взрослых к неисполнению родительских обязанностей, подстрекательство к похищению документов, подстрекательство к истязанию детей, нарушение права на свободу вероисповедания и, наконец, главное, пособничество в убийстве ребенка. На прошлой неделе, когда областной суд по такой же, как сегодня схеме, отправил в дурдом на принудительное лечение отца убитого мальчика, мы об этом убийстве подробно рассказывали. Очень подробно. Сегодня напомню фабулу по бырику. Предыстория такая. Несколько лет назад жительница Уфы Фанарь создала секту ученики Христа, в которой практиковалось наказание провинившихся детей палками и розгами. В декабре 1917 года в секту вступил, назовем его условно Игорь, с женой и двумя сыновьями. Эта семья переехала из Белоруссии в Россию, отдала главарьке секты все свои сбережения, ну и стали они все вместе кочевать по России в поисках Бога, проповедуя доктрину Фанари, женщины с десятиклассным образованием. Апофеоз этого коллективного сумасшествия случился 5 ноября 1919 года в Екатеринбурге, в съемной квартире на улице Дорожной. 9-летний сын Игоря, по мнению Фанари, как-то накосячил, и она направила Игоря в комнату физически наказывать своего сынульку-роднульку. И он подчинился. Он вставил мальчику кляп, чтобы соседи не услышали криков, связал руки и стал бить палкой. Мама мальчика в это время сидела в соседней комнате и, по ее словам, была против наказания, но Фанарь ее на помощь сыну не пустила. А мальчик сумел выпутаться из веревок, вытащил изо рта кляп, ну и, видимо, стал кричать. Его отец на это разозлился, завалил ребенка на пол, забил кляп в глотку, поставил на сына журнальный столик, сверху чемодан. Мальчик не смог дотянуться руками до кляпа и в итоге задохнулся, то есть умер одной из самых мучительных смертей. Может, Игорь убивать и не хотел, но не рассчитал силы. И в итоге ему вменили убийство несовершеннолетнего. Однако позже признали психических вором и на прошлой неделе отправили в дурдом. Об убийстве ребенка стало известно благодаря его маме, которая в этой секте одна из немногих не тронулась рассудком. Хотя, когда у тебя за стенкой мучительно убивают твою кровинушку и ты не можешь помочь, в такой ситуации как не сойти с ума. Но нет. Она уехала обратно к себе домой в Белоруссию и рассказала об убийстве сына и о том, как Фонарь три дня пыталась его воскрешать своей сестре. Ну а та, как вполне себе вменяемый человек, тут же позвонила в Екатеринбург комитетчикам. Указанный мужчина в ноябре 2019 года, находясь в одной из квартир в Екатеринбурге, убил своего девятилетнего сына, после чего сокрыл тело ребенка в лесном массиве на территории лесопарка Юго-Западной в Екатеринбурге. Первоначальная информация об убийстве ребенка поступила на телефонную линию «Ребенок в опасности» Следственного комитета по Свердловской области. Родственница погибшего ребенка позвонила на указанную телефонную линию из Республики Беларусь, где она проживает. Проведенные мероприятия подтвердили сообщенную информацию, в связи с чем и было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Объем материалов по всем трем уголовным делам составил 45 томов. Расследование этих уголовных дел осуществлялось в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Республики Беларусь, которые оказывали необходимую правовую помощь российским коллегам по соответствующему запросу. После сообщения об убийстве с указанием места захоронения ребенка, комитетчики тело откопали и очень быстро в Уфе задержали и Игоря, и Фонарь, и еще некую 36-летнюю даму, сектантку, которая тоже проходила по этому уголовному делу и тоже была признана сумасшедшей, и ее по той же самой схеме, как и Игоря, и Фонарь, суд отправит на излечение в дурдом. Дорогой зритель, разреши об этой третьей однотипной отправке преступной клиентки в психушку тебе не рассказывать, ибо толдычить об одном и том же, поверь, задолбало. Считайте, что все трое уже в дурдоме, кушают таблетки и превращаются в растения. Настоящее постановление может быть обжалено в апелляционном порядке судебную коллегию по уголовным делам 2-го апелляционного суда общей виздикции в течение 10 суток со дня его вынесения, а лицо, в отношении которого применены принудительные меры медицинского характера в тот же срок с момента вручения копии постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления лицо, в отношении которого применены принудительные меры медицинского характера в праве податысок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья Геретин. Заинтересованным лицам решение по делу понятно. Сроки порядка обжалования ясны. Доседание закрыто. Продолжение следует...